Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать книгу премудрости Соломона для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем четвертую главу. Итак, Соломон пишет. «Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней. И в вечности, увенчанная, она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодоносное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеет в ветвях, но не имеет твердости, поколеблется от ветра, и порывом ветров искореняется. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их». Вот такое начало. И здесь, как и в конце третьей главы, Соломон использует такой некоторый педагогический прием. Он, так как больше нечем было испугать, что ли, да, грешника, потому что учения, подробного учения о загробном воздаянии не существовало. В Ветхом Завете говорилось, «Твои дети будут страдать, их жизнь будет плохой, она будет нечестивой, она будет несчастной, поэтому любишь детей, старайся жить благочестиво». В то же время, вот такой интересный момент, который мы обычно выпускаем. И, судя по всему, Соломон сам так рассуждал, да, вот есть понятие рода, то есть есть понятие мужской линии, по которой присоединяются жены, которые выходят замуж за мужчин в этом роде, и дальше этот род продолжается. И в каком-то смысле мы можем сказать, что от отца к сыну может передаться некоторая такая духовная традиция. Духовная и в хорошем смысле слова традиция праведности, и в плохом смысле слова такая традиция, может быть, греховной жизни. То есть традиция разных типов благочестия, или наоборот бесчестия, разных типов духовной жизни. Но если мы посмотрим на собственную жизнь, мы увидим, и это невозможно отрицать, насколько бы патриархальной ни была у нас семья, или, может быть, наоборот, особенно в современном светском обществе, это далеко не всегда бывает так, мы претерпеваем влияние от обоих родителей, от отца и от матери. И, естественно, наши отцы и матери тоже претерпевали влияние от своих родителей. И таким образом 10 поколений назад, вот только 10 поколение, это 1024 человека. Это очень много. И необходимо учитывать, что если все эти поколения сложить, еще и 9, и 8 будет еще в два раза больше. И поэтому все эти люди, они, естественно, живут какой-то своей нравственной жизнью, своей духовной жизнью. Каждый из них в свое время, будучи нашим там прапрабабушками, прапрадедушками, они совершали свои выборы, свои поступки. Кто-то из них верил в Богу и был благочестивым, а кто-то не верил в Бога или, может быть, был слабовольным каким-то и впадал в грехи. И поэтому рассуждать таким образом, что вот есть праведный род, и в нем все праведные, и поэтому у его детей все будет хорошо. А вот есть неправедный род. А что значит неправедный род? Когда люди постоянно соединяются, постоянно соединяются разные роды. Людей, мужчины и женщины создают семьи, потом их дети создают семьи, и их дети создают семьи. И таким образом, такое количество людей влияет на нас на самом деле, что сказать однозначно, вот эти закончат плохо, а вот эти закончат хорошо, все же довольно сложно. Хотя логика, которую использует Соломон, она понятна и особенно была очевидна и принималась тогда в Ветхом Завете, когда учение о личной ответственности не так было развито, и самое главное, не было развито учение о воздаянии в вечности. А праведник, если и равновременно умрет, будет в покое. Ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Автор говорит здесь, что праведник и вообще праведная жизнь, она проявляет себя не в самых привычных для нас таких смыслах и образах. Для обычного человека кажется, если другой живет хорошо и спокойно, его любит, и поэтому он счастлив. А если кто-то рано умирает, если кто-то несчастен, если на кого-то нападает, значит, Бог его не поддерживает. Такой человек грешник. Но Соломон пишет, праведник, если и равновременно, то есть так же, как грешник в то же самое время умрет, прибудет в покое. То есть дело не в количестве лет. «Ибо не в долговечности честная, то есть почитаемая старость». Старость – это не просто, не только количество лет. И не числом лет она измеряется, эта старость. Быть старцем в древности – это быть мудрым, быть авторитетным в первую очередь. Это не просто, когда твой возраст переваливает за определенный рубеж. «Мудрость есть седина для людей». То есть люди считают, что седой – это мудрый. А на самом деле, говорит он, не так. Беспорочная жизнь – возраст старости. То есть если человек живет беспорочно, если он старается жить с опорой на мудрость, на истину, то неважно, седые у него волосы или не седые. Мы можем вспомнить, как в послании к Тимофею апостол Павел пишет, «Никто пусть не пренебрегает юностью твоей». Потому что можно сколько угодно лет прожить, и не знать истины, и быть грешником. И можно с молодости быть благочестивым, любящим Бога, и соблюсти вот эту свою чистоту до конца, сколько бы Господь ни отмерил. «Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников представлен. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобливый». И здесь мы видим даже некоторую попытку объяснения, почему некоторые праведники умирают в молодости. «Он, как тот, кто угоден Богу, восхищен из мира греховного и страшного, мира грешников». И действительно, конечно, в этом есть своя логика, потому что мы воспринимаем этот мир как единственный, в котором мы существуем, и у нас нет внутренней опоры на мир Божий, на мир больший, чем просто наш физический мир. Мы внутренне не можем, до конца не чувствуем уверенности, что есть что-то еще. Но на самом деле, если принять такой взгляд, что у Бога все живы, и что наш мир — это мир страданий, как, скажем, сегодня говорят, например, возьмите ребенка из детского дома, потому что там трудно жить, там вот такой мир страданий, а вот вы возьмите его к себе, окружите его лаской, заботой, примите его в семью. Вот если бы мы воспринимали наш мир как детский дом, хотя я не хочу сказать ничего плохого о всех детских домах, они бывают разные, и я надеюсь, что бывают и очень хорошие. Может быть, не во всех семьях есть такой климат, как в некоторых детских домах, но есть некоторые стереотипы, почему я привожу такой пример. Так вот, если бы мы представили себе, что, скажем, наш мир — это детский дом, а Бог может принять нас в свою семью, то мы бы не переживали, что мы умираем, потому что это как быть принятым в семью из какого-то места, в котором тебе не так комфортно, и ты проходишь разные испытания. Но это не значит, что ты сам можешь сбежать, это значит, что ты должен доверять Богу, сколько Он тебе отпускает, сколько Он помогает тебе жить в мире. Но здесь всегда такая двусторонность, такая абивалентная проблема, потому что с одной стороны ты изымаешься, может быть, изъят из мира, а с другой стороны ты должен быть светильником мира. Апостол Павел пишет, что будьте как светильники в мире развращенном, и грешном, и прелюбодейном. И Христос говорит, тогда светит свет ваш перед людьми. И здесь у праведника, у человека, который живет праведной жизнью, у него не должно быть соблазна сбежать из этого мира, чтобы оставить этот мир без света. Потому что Христос не случайно говорит ученикам, вы свет миру. И этот мир нуждается в свете, а значит, нуждается в праведниках, которые живут в нем. Но Соломон вот так объясняет смерть не старого еще праведника. Он говорит, как благоугодивший Богу он возлюблен, как живший посреди грешников, представлен, восхищен, чтобы злоба не изменила души его. То есть здесь совершенно очевидно, что праведник, попадающий в мир, вырастающий в мире, в мире, который возле лежит, если он попадает в среду, то среда может на него влиять, и злоба может изменить его разум. И коварство может прельстить его душу, как говорит Соломон. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе. То есть если ты совершаешь нечестивые поступки, здесь упражнение не как спортивное упражнение, которое постоянно повторяется, упражнение как совершение нечестивых поступков, такое совершение этих поступков, оно может отравить, оно может изменить душу, помрачить доброе в ней. И волнение похоти, то есть когда человек возрастает, становится уже взрослым, и начинается в нем не только половое созревание, скажем, он уже, да, становится вполне себе способным такой как семейной жизни, так и распутной жизни. И вот здесь волнение похоти развращает ум незлобливый. То есть человек может пасть. В итоге, если он был до этого невинным, то может, вполне может совершить, и совершать грехи, и жизнь его может стать нечестивой. И Соломон говорит, вот такой человек, которого Бог так возлюбил, он был от этого спасен. Это не значит, что все падают, есть люди, которые до старости доживают вполне благочестивой жизни и живут вполне благочестиво. Здесь нет, опять же, никакого автоматизма, никакой логики такой жесткой, здесь все в руках Божьих. По крайней мере, мы не имеем права говорить, что вот этот умер, потому что он был плохой, а этот умер, потому что, наоборот, Бог его спасал. Мы можем предполагать, если нас это утешит хоть сколько-нибудь, но проводить какие-то такие явные параллели или логические связи, особенно перед лицом, например, страдающих родителей, которые потеряли ребенка, конечно, это обычно неподходящее дело. Подходящее дело молиться, соболезноваться, переживать человеку, какой бы жизнью ни жил, скажем, умерший. «Достигнув совершенства, в короткое время он исполнил долгие лета». Это как раз про праведника, который стал праведным и совершенным, будучи молодым, и как будто бы он уже прожил большую жизнь. «Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, и даже не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышление об избранных его». Действительно, вот это очень важная мысль, что наш взгляд на смерть другого, наш взгляд на жизнь другого может быть отличен от взгляда Божьего. И когда Господь, когда Господь такого человека забирает или вообще предпринимает какое-то свое решение о нем, то мы не должны жестко как-то судить, потому что, как говорит Соломон, нам это и на ум может не приходить. Почему Господь сделал именно так? «Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем, и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничтожат его, но Господь посмеется им. И после всего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек. Ибо Он повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они в конец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет. В сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззаконие их осудят их в лице их». Здесь снова и снова Соломон возвращается к теме греховной жизни, и Он говорит, что даже короткая жизнь праведника, который всей своей жизнью показывает, что возможно прожить эту жизнь так, как этого хочет Господь, она оказывается судом для долгой жизни грешника, который прожил много лет, у него было много возможностей к тому, чтобы измениться и справиться, но он этого не захотел. И обычно, конечно, грешники, особенно те, которые живут долго, они оказываются такими самоуверенными, гордыми, они понимают, что у них жизнь сложилась хорошо и вполне успешно, и они большую жизнь прожили, и жили ее так, как хотели, и они могут как бы свысока, сверху вниз, уничижительно смотреть на праведников, которые страдают. Но Соломон, и его цель именно в этом, он как раз пытается показать, что перед Богом вся эта кичливость, все эти гордые мысли вот этих людей, которые проживают долгую, но греховную жизнь, они просто ничто, потому что в итоге есть духовная реальность, которая значительно важнее физической, не то чтобы важнее, физическая жизнь чрезвычайно важна, но просто физическая жизнь не исчерпывается самой собой, то есть мы не можем видеть всего, нам недоступно ни божественное промышление, ни тайные дела, ни тайные помышления самих людей, и поэтому мы призваны жить с одной стороны сами благочестиво, и может быть наша благочестивая жизнь кого-то будет раздражать, но при этом мы не должны обольщаться долгой и успешной жизнью грешников, потому что, как в другом месте говорит тот же, по-моему, тот же премудрый Соломон, что, да, может быть, Господь просто дает возможность, или может быть апостол Павел, что Господь просто дает возможность грешникам покаяться, Он дает им время для покаяния, используют они его или нет, это уже их дело, и дело каждого из нас, использовать свою жизнь для того, чтобы жить по воле Божьей. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok